всем привет и в этом видеообзоре мы рассмотрим очень редкую интересную и безусловно дорогую масштабную модель от производителя neo scale models и речь пойдет о немецком автобусе марки круп 51 года в масштабе 1 к 43 что касается самого концерна круп то производство автомобилей занимало лишь малую часть от общего производства этого предприятия оно занималось как судостроением так и добычей угля производством стали во время войны они делали различные артиллерийские установки танки военную технику что касается данной масштабной модели то цена на нее стартует с 12 с половиной тысяч рублей вместе с доставкой этот автобус вам обойдется в 14 тысяч рублей и вы зададитесь вопросом а стоит ли эта модель таких больших денег и почему за нее просят такую большую сумму на самом деле здесь ответ довольно простой neo является в некоторой степени монополистом на производство очень редких автомобилей и например данный автобус помимо производителя neo scale models выпускала мастерская vector models теоретически такую модель от вектора сейчас можно заказать но ее производство займет месяц цена будет не ниже чем вот у этой готовой модели а качество исполнения будет не намного лучше единственная разница будет в том что эта модель полностью выполнена из эпоксидной смолы а вектор делает модели методом гальвана техники и также neo анонсировал еще такой автобус только в другом варианте окраски вместо зеленого цвета у него будет красный цвет а полосы вместо вот таких кремовых будут белыми и в принципе я не планировал покупать этот автобус но я уже начал серию автобусов от neo scale models поэтому все же решился на покупку его в свою коллекцию ну и думаю вам тоже будет интересно посмотреть на эту масштабную модель что касается дизайна этого автобуса то сложно назвать его красивым но безусловно он очень необычный как видите автобус двухэтажный но второй этаж у него идет только до середины и находится в задней части вообще такой тип автобусов был очень популярен в сша я думаю многие знают автобусы марки greyhound аналогичный автобус я вам уже показывал и в принципе такое расположение довольно интересно ну давайте рассмотрим саму масштабную модель в целом она очень хорошо покрашена аккуратно собрана но у neo главная проблема в том что у этих моделей постоянно отклеиваются молдинги у меня этих моделей довольно много и скажем так но одна треть точно нужна в небольших доработках потому что по истечению времени у них отклеиваются стекла элементы из фототравления и эта проблема возникает из-за того что после того как на заводе модель вынимают из ее литьевой формы ее нужно высушить потому что сам полимер дает усадку конечно завод не будет тратить неделю для того чтобы полимер полностью затвердел сразу модель красят приклеивают все детали и отправляют их в различные магазины и за это время пока модель уже окрашенная и собранная идет до магазина соответственно полимер дает усадку элементы начинают отклеиваться иногда они отклеиваются вместе с краской конечно устранить этот дефект порой бывает невозможно ну давайте я вам покажу салон этого автобуса он тоже хорошо детализирован видите каждое сиденье раскрашено есть имитация столиков также видите есть второй этаж и конечно по сравнению с аналогом от classic bass если вообще брать все автобусы то здесь очень много упрощения посмотрите как здесь реализована имитация занавесок просто окрашена на боковых стеклах но извините за модель стоимостью в 14000 вот вы делаете такую имитацию занавесок это конечно недопустимо также довольно просто здесь смотрятся колпаки на колесах они сделаны хромированными надо было сделать в них сквозные отверстия тогда они смотрелись бы более реалистично вот так они выглядят конечно больше как игрушка и самый большой недостаток это детализация днища посмотрите здесь ее по большому счету нет просто обычная планка написан автобус neo scale models и есть небольшая имитация выпускной системы которая видите идет непонятно куда и в принципе это тоже портит вид этого автобуса вообще вот у neo скажем так некоторые аспекты доведены до фанатизма например они делают модель из эпоксидной смолы но в то же время они абсолютно все узлы делают смоляными например если взять производителя spark то у него днище сделано из пластика и проработка на днищах у автомобилей намного лучше чем у neo neo все сделано из эпоксидной смолы как вы видели днище здесь представляет просто плоскую планочку никакой детализации и конечно когда вы покупаете дорогую модель то все же хочется чтобы она больше походила на оригинальный прототип не только сверху но и снизу но тем не менее видите автобус остается пока что единственным промышленно производимым ну давайте вам покажу с других ракурсов довольно интересно сделана передняя часть видите здесь отдельная светотехника также противотуманные фары поворотники здесь просто обозначены краской есть имитация номерных знаков отдельные видите зеркала заднего вида дворники здесь сделаны из фототравления но они сделаны единым целым вместе с окантовкой переднего стекла также есть видите прожектор спереди антенна солнцезащитный козырек и вот еще один аспект который мне не очень нравится то что вот эти полосы здесь сделаны из такой фольги в виде декали и конечно в некоторых местах эти элементы рвутся отклеиваются и это тоже портит вид этого интересного автобуса вот есть отдельные дверные ручки вот видите задняя часть салона также сзади есть имитация запасного колеса и отдельные задние фонари я считаю что эта модель должна стоить где-то в два раза дешевле то есть ее цена должна равняться 7000 рублей за эту цену это вполне приемлемый автобус но никак не за 14000 например если сравнить этот автобус с другими масштабными моделями транспорта то я считаю что на сегодняшний день лидером является производитель classic bus конечно у него нету иностранной техники он в основном ориентируется на автобусы советского и венгерского производства но там за цену в два раза ниже вы получаете металлическую модель с хорошей детализацией днища с хорошей детализацией салона а здесь видите у автобуса только приятный внешний вид все остальное конечно здесь нуждается в серьезных доработках еще один большой минус этой модели это то что она очень хрупкая большинство моделей neo при неаккуратной транспортировки просто ломаются пополам и уже отремонтировать такой автобус не представляется возможным в целом модель хорошая но повторюсь что она не стоит этих денег напишите комментарий понравился ли вам этот автобус что вы думаете о его цене планируете ли вы его приобрести и у neo по большому счету сейчас пять масштабных моделей это не самая дорогая модель в 43 масштабе у меня в коллекции есть самая дорогая модель от этого производителя я тоже постараюсь на нее сделать видео обзор но она очень большая и я не знаю поместится ли она на моем столе но я постараюсь все же вам ее показать всем спасибо за внимание спасибо за то что вы досмотрели мое видео до конца не забывайте поддержать видео лайком оставить ваш комментарий а мы с вами увидимся в следующих видео обзорах до новых встреч пока